он автобус уже ушел ничего пошли в лес а ты второй раз только идешь да а я уж какой я 4 значит я иду четвертый раз ладно заметил такую тему как из города уедешь в такую вот тишину сразу не голова не болит ничего можешь конечно совпадение может чисто сегодня совпало может и поэтому он видишь смотри идем шатается телефон вот так играется в полк шатается больше ну ладно блин я и забыла буду вот так знаешь ходить а то собирался как этот как партизан в очках идти и забыл их солнца нет подходим кряхова он кто-то едет смотрю с утра тишина никого одним и тут с телефоном 8 утра идем читание смотри тут опять все перестроили да то у них так то у них так сзади меня целая площадка хоть концерт давай магазин здесь закрыт и не написано во сколько он работает я так понимаю как-то дверь открыта когда он и работает камеру посмотришь на нас с тобой вот в этот дом в гости за здесь макс коррел ты не знал что у него такой регион на машине в жизнь бы не догадался что это его машина интересная дизайнерская работа прикольно дом сделал красиво вот мы подошли к концу деревни я так понимаю он стоит . видимо люди кто-то тоже наверное вереть его пошли потому что обычно здесь в конце деревни ставят машины кто туда приезжая и к вопросу что я говорил в другом видео как видите на кирпичах она не стоит никто тут ничего не ворует потому что здесь живут приличные люди все конец асфальта начинается дорогу чё кошка что мяук и он на дереве я же говорил я в любом месте найду себе к шарик он сидит код на дубе это уже наводит на сказки пушкина код на дубе эй к шарик ты как туда залез вот так и сидит орёт ну чё ты хочешь смотреть на ток под ноги смотри чё то ребенок чего тут смотри как все заросло деревья это больше стали прошлом году реально был не знаю слышно нет тот счет то ли пили то ли у них тут сирена какая-то воет это наверно зачем вышки такие стоят с антеннами вот она воет такая там синяя штука какая-то с мотором в общем короче завыл местный психотронный излучатель чего еще сказать опять может у них тут какой штормовое предупреждение работы тогда получится интересное видео у нас с тобой только две бутылки воды две мачете чё у нас и два коробка спичек и больше ничего и мы попадаем шторм все будет нормально если даже чё кипиш какой или шторм в церкви отсидимся нормально она с 1802 год стоит не развалится да тут вот картина называется самые да это нормально это чтоб у них собаки туда не пролазить чё ты так господа и да я не знаю там почему все хотите он в те ворот пройти проходить так вот в эти ворота да и все а то тогда мне товарищ звони тут горит двое ворот может и двое вот они так чё они ничего не закрыта надеюсь все открыто все прекрасно а если бы был закрыт а пришлось бы лезть и через забор видимо вон после урагана все попадало полегло я вот чё подумал пока пока мы идем туда можно порассказывать сказки из интернета что пишут проверять его то есть кто-то утверждает что якобы там когда-то было какой-то язык физическое капище вот вообще никогда в детстве не слышал ни про церковь не про то что здесь что-то было вторая сказка кто туда приходит типа многие поумирали потом вот третья сказка что они там в церкви слышат какие-то голоса какие-то чего но я не знаю может они чё принимают поэтому и слышат какие-то голоса местом интересное конечно сейчас посмотрим чего там настроили до чего настроили в этом году люди которые восстанавливают церковь смотри как береза согнула интересно почему не ну смотри там тоже одни стоят а другие согнуты может быть вот поэтому и называют что здесь аномальная зона типа не знаю деревья он как согнута прикольно именно полосой остальные стоят везде а чё там под яхты муравьев сколько слышь звук как будто пользу катается уже правда на каких квадроциклах в этом году здесь сухо прошлый раз мы тут в резиновых ель перебрались а здесь прямо можно спокойно пройти смотри и река здесь местная такой ручеек тек все высохло бывает так что в ту болотину где а ее не видно текло ладно пойдем не смотри вообще ручья нет вот он шел вот здесь вот сюда идем через вырубку она уже вся заросла практически мы здесь тогда чё посидим опять да ты отдохнуть хочется на на привал устроимся да а вон и береза то которую я двигал вот эта береза про которую я говорю сша смотри как тут взросло где ты сидел уже не посидишь больше так ну давай тогда чё на ней посидим какая разница смотри там тоже завал ну чего я тебе 6 мысли кол белая я видел муха пролетел или нему кто-то пролетела на камере вот я тебе такую сделал удобный можно даже кому-нибудь врезать в случае чего хрена ты ниндзя раньше я лучше эту но сейчас как-то не очень не так это так научать ну да хрена себе ты ниндзя разучился не бывает на те коп он к интересуется как мы крутим эти 6 до или палки кому заг угодно сейчас я покажу смотри вот так берет раз тут видишь не держишься а вот эти пальцы отпускаешь эти оставляешь смотри раз понятно понял так же назад а то нет короче из фильма американский телохранитель вот так вот надо держать если бить и лучше держать как они говорят вот так за концы ну тут там полка короче потому что ты можешь врезать вот так ну там короче пал план вот так вот да вот так он ее держит почему вот так бьет вот так вот так вот так вот так вот так по яйцам не благодарить ты хоть скажу чё-нибудь да уже дорога идет мы пошли погнали кажется мы уже близких нет мы сейчас через болот с тобой так пойдем сейчас начнется самое интересное как следы-то от квадроциклов нам-то вон туда надо идти а смотри как все заросло ну чё пойдем здесь они вон тут вообще дорогу выложили смотри идеально о какой они гать выложили так смотри сейчас воба куда наступать здесь потому что сыра видел где я прошу видел где я прошу иду-иду сынок вот такая новая дорога здесь зато спокойно можно теперь пройти хотя конечно хотелось там по мостикам но может по мостикам то мы может и пойдем назад кто его знает а сейчас пока вот такой правда бревна катаются так вот идти снимать и это равновесие держать прикольно ну чё закончилась до лишь мы над самой водой прошли в общем дальше кончилось все подо мной вода сейчас полезем вон там по тропе выживания а мышь без резиновых поэтому тропа выживания ну да вот она основная грязь началась ну иди первый ты шестом иди не бойся заодно мне покажешь дорог ну как но все я иду ну да а потому что там не было подходящие веточки да иди не бойся нам осталось то каких-то 15 метров пройти здесь в этом году суши намного об ну по крайней мере лишь вязнешь но ботинки не пачкаешь это уже хорошо ну чё прошел но осталось самое это основное там самая грязь не знаю я себя чувствую обычно так лишь они даже доску откуда-то взяли они может от церкви принесли доску ну все вот последние метра осторожно а то мы тогда на радостях на последних метрах я взял и утону все видишь а я перепутал вот они последние метра суши тут как-то все изменилось смотри опять бревна какие-то а да вот здесь мы тогда на велосипедах я ногой то зачерпну я просто попутал только здесь ветки тогда лежали а теперь лишь положили эти бревнышки ну все вот мы и перешли лишь они сколько тут бревен заготовили ну вот мы прошли через болото то есть сухие так где вот таких тапочках пройдете легко а ты чё испачку да это чуть-чуть это они от травы у тебя испачкались трава влажная это не болото так что теперь вы можете тут хоть на лабутенах пройти спокойно пройдете и все вот начинается моя любимая дорога ты малочка прямая прямая она идет прямо при по прямой до церкви мне дорога прям такая притягивает к себя прямой линии четко так шикарно еще сколько по прямой здесь где-то метров 30 а дальше ну вот мы почти и пришли осталось немного так слушай смотри вот я уже видно интересно но это мы не будет мы не будем об этом говорить не слушай смотри какие тут деревья здоровые здоровые смотри какое оно огромное это место считается нормально все я про ты смотри сколько нарыли целых четыре ноги в одном месте редкость мы пришли в этом году тут полно комарья жрут вообще дуром мы как из леса вышли на нас такой о порой облепили и давай грызть я не знаю возможно даже слышно весь этот ну ну бой всяких этих насекомых ладно ну дача как набрызгали сразу все комары отстали так сейчас мы будем как всегда для начала искать народ вот нашли народ здравствуйте вот пожалуйста что мы будем как всегда для начала искать народ здравствуйте вот что мы будем как всегда ну чего ты доволен что пришел хоть знать где река здесь это река ну да она небольшая здесь росла ты ожидал большую ты набираешь вон вот тут получается можно полноценно давай прокипятил нормально даже я ходу раз называется отдых на природе может видеть у нас получилось самое интересное мы и не знали что здесь есть река то так близко от церкви то есть пришли попали тут на интересных людей в общем сегодня мы сюда съездили на ура вот из этой воды здесь готовит чем такой тут мостик и по такой дороге надо идти к реке то есть как в цирке но это того стоит что нам на церковь ориентир у нас вон туда вон церковь стоит нам влево да он видишь где это землянка то нам к землянке вот это изогнутая береза наконец-то я к ней близко подошел пошли мы теперь на реку в другое место серега у меня ушел ягода собирать с девушкой с одной вот самое странное что ее зовут марина блин карман я вам провалить там дальше до эпизода с провалением в могилу вон она думаешь от могила яма обычно а кто ничем с металлоискателем ров так ладно сейчас я камеру выключу эти одну интересную вещь скажу да тут уже сплошняковый лес это мы уже ушли за церковь в лес вот такая непролазная глушь должны выйти к реке уж выйдем нет не знаю сейчас увидим так пришли мы на эту переправу к реке он тут брусочек все дела так видно вон переправа сейчас пойдем через реку сушь чё полезли море вода колыхается ну да уж мы к бобрам не полезем так не упасть бы на телефон то ладно водонепроницаемый заодно проверим ну вот я хотел все время посмотреть так на большой не наступай брюна что тут подальше вот посмотрел да мощно так ладно уже включил пошел я через эту реку не упасть бы а то будет очень интересно не слушай они нормально тут все сделали да это ж надо мостов наделать всех делов еще один мост ну чё лучше как делище да зачем пусть лежит но этот мост понадежнее поэтому здесь более уверенно можно идти здесь все четко вот пора новую селфи палку брать это опять скрипеть начала такие здесь речки ну чё дальше я так понимаю смысла у тебя там грязь и болото на карте что поляна вот этот просвет наверное есть там там уж там деревья же кончаются да я думал тут за месяц то уже весь лес излазил здесь тишина и голова здесь не болит ты замечал не просто здесь когда приходишь башка не болит в этой местности не у меня в городе башка постоянно чем-то загружена не поезда с машинами меня как раз никогда не это не тревожили просто болит голова в городе смотри там тоже что-то вон типа возвышенности а слышь там чё-то нет там он оттуда тоже чё-то вроде партизан из тебя не очень тебя на весь лес слышно я тебя по голосу нашел вот здесь плохо показывает вот а так чё костер поснимай стол меня сейчас типа сначала все окружение четко попробую позже попробую я выключаю да разлетелось пошел спаси а ты мой чай не спас ну вот всех и на видео все поправили пошли мы до домой было очень весело да не я вообще не ожидал что сегодня так получится ну чё тебе понравилось замечать нормальные люди да ну ты хоть говорить культурно людей я уже редко встречаю ну вот видишь у меня есть оружие а чё ей было интересно понятно все кому машина у нас совсем начался сильный дождь не знаю видно капли нет сейчас за нами приедет супермобиль и мы поедем домой он сашка оделся ну ладно мы если чё промок ним не страшно правильно важно ну ладно не знаю на это держать к это да да Продолжение следует...